Окей. Запись пошла. Всем привет. Сегодня у нас 1 марта. Тема у нас, я считаю, очень важная, очень интересная. Это работа с Alibaba, с поставщиками. В основной страну мы работаем с Alibaba. Я не работаю с Индией, не работал с Тайванем. Вот Alibaba в основном, потому что весь Китай, если мы находим производителя, фирму, дистрибьютора, неважно кого, на других сайтах, в таблице инструментов большое количество этих сайтов, в любом случае основной массой есть предстоительство на Alibaba. И оплату мы производим, естественно, через Trade Insurance или PayPal, но основная масса. То есть, конечно, есть сорвиголовы, рисковые ребята и так далее, или какая-то безысходная ситуация. Они оплачивают TNT и так далее, еще каким-то способом, через посредников. Но основная масса через Trade Insurance и PayPal. По Trade Insurance я знаю только одного человека, который уже многим моим знакомым, ученикам помогал возвращать деньги. Мне сам помог, проконсультировал меня еще в старые бытные времена. Это Федор. Федор расскажет о Trade Insurance. Я немножко потом расскажу про PayPal, как можно с высокой вероятностью забирать денежку, если у нас какие-то там проблемы. Всем привет. У меня Федор зовут Дениченко. Пару слова себя. У меня с партнером нескольких магазинов. Мы продаем активно на Амазоне уже около двух лет. Запустили мы пучу товаров. Я уже говорил, 150 с вариациями запустили. И вот всегда работали через... Ну, когда искали поставщиков, всегда работали через Apple и PayPal. Вот. И я сейчас расскажу по всему лайву, как мы вообще организовываем переговоры с китайцами полностью. И как мы с ними заключаем контракты таким образом, что за все время, что мы работаем с Китаем, нас ни разу не кинули. Вот. То есть я даже возвращал деньги за партию. Ко мне вот было... Ну, я начну с того, что я расскажу вообще все кейсы, которые были у меня, именно споры с Alibaba и с PayPal, который мы выигрывали. Вот. И потом расскажу, как правильно это все выстраивать, переговоры вести и как правильно оформлять контракты. Потому что я так понял, что, судя по тому, что я вот начал полугода назад где-то общаться с еще другими продавцами на Амазоне, я понял такое, что никто особо не парится с заключением контрактов и просто через Trader Insurance либо еще как-то бросает деньги на свой страх и риск, там, по 50 тысяч долларов и так далее. Вот. Значит, ну, просто, когда я начинал, у меня денег было вообще, то есть, минимум. И если я как бы просрал бы эти деньги, как-то китайцы мне кинул бы, то я остался бы ни с чем бы и потом был бы в долгах. И поэтому у меня с самого начала уже была паранойя о том, чтоб меня не кинули китайцы. Значит, была ситуация, мы по банке в форме покеболов, когда был хайп о этом, о Кимон Гоу. Значит, заказал я партию у китайца. У меня все, мы когда делаем контракты, все прописано в этих, в ремарках на PayPal, либо в ремарках на Alibaba, если мы делаем. И у меня там все было прописано, я более детально попозже расскажу. У меня было написано, что вот вплоть до того, что сервис, который отправляет, это UBS, 5-7 дней доставки. Вот. И я, значит, заплатил китайцу, все дела. Она начинает... А, и у меня были оговорены сроки, то есть 5-7 дней доставки. Вот. И она начинает мне просрачивать доставку. То есть неделя прошла, она мне кидает какой-то фейковый трекинг номер. То есть она, видать, сделала как? Она какой-то китайской дешевой курьерской службой отправила в Штат. Когда бы они были в Штатах, она бы кинула мне UBS-потушек, который ходил бы по земле в этих Штатах. Вот. Значит, и она мне все бросала, бросала какой-то трекинг номер с китайского какого-то сайта, который мы не могли толком трекить. Вообще ничего. Она кормила-кормила завтраками, в итоге я, короче, психанул, написал в PayPal, говорю, так и так, вот, у меня, посмотрите, пункт такой-то, должно было отправлено быть DHL'ем, ой, как его, UBS'ом, 5-7 дней доставки, уже такая-то дата, она просрочивает. Ты скажи мне, ты на английском или на русском пишешь? Я все пишу на английском. Все понятно. Мало кто знает, что в PayPal можно не напрямую отправлять деньги, а можно запросить счет от китайцев. То есть он выставляет тебе счет на PayPal, и ты ему говоришь, что ставить в ремарках. Вот. Это, ну, я тоже сейчас к этому вернусь. Я просто сейчас кейс расскажу. И у меня было прописано в этих ремарках, PayPal мне вернул деньги пополучно, потому что у нее не было никаких подтверждений и все остальное. Ну, и через пару дней ко мне на склад все равно дошел товар. Я получил введение. Таким образом, у меня была партия товара бесплатно. Вот. Потом какой кейс у нас был? Получается, когда мы продавали спиннеры, потом уже под конец была модификация спиннеров, Bluetooth, спиннеры, которые светятся. Это можно было, получается, ну, то есть подключиться по Bluetooth, они будут и светиться, и еще и музыка играть. И когда мы проплатили 30% за партию, и когда создали листинг, мы не сильно знали, что там Bluetooth как-то будет проблемы с этим. И Amazon съел наш листинг и сказал, что нужны сертификаты. Такие-то и такие-то. Вот. Так как у нас, ну, то есть на Alibaba качество товара, ну, в самой тренажернице прописано, что Alibaba за качество товара несет ответственность и за там сроки доставки. Вот. Мы начали писать, типа, открыли диспут о том, что, а, мы написали поставщику, а он сказал, у меня никаких сертификатов нет, ничего нет, то есть товар, ну, качество товара никак не подтверждено. Вот. То есть это напрямую является нарушением этого контракта на Alibaba. И мы начали открывать спор и просить возврат денег. Вот. И в итоге, таким образом, опираясь на этот пункт, мы вернули деньги, правда не всю часть, мы вернули 50% от того, что заплатили. Вот. Из последних, то, что, когда Денис попросил, там, чтобы его учениц, ну, у ученицы была проблема, то, что китаец просрочил тоже срок отправки, мы открыли диспут и благополучно вернули ей, там, по-моему, 400 долларов. И потом еще пришла, кстати, я видел, тут плюсик ставила, еще к нам, девушка, мы вернули с диспута 3000 долларов. Вот. То есть правильно оформленный контракт нам позволяет максимально сделать так, чтобы нас китайцы не надурили. Вот. Теперь я начну с самого начала. Значит, я вот даже не знаю, как мне с тобой просоветоваться. Рассказать вообще процесс, как мы выстраиваем с самого начала переговора, как мы ищем поставщиков на Alibaba. Как тебе удобнее. Ты считаешь, вот с чего надо начинать, потому что я потом расскажу другую схему, вот, и ты просто именно рассказывай, как тебе удобнее. Потому что, если ты непосредственно выбираешь, то, если считаешь, что это важно, то с этого рассказывай. Я расскажу в двух словах просто об этом всем. Мы свои товары все запускаем преимущественно, ну, там, первых и больших путем, и мы не тратим время на то, чтобы ждать сэмплы сюда. Ну, либо мы параллельно отправляем и на Amazon, и сэмплы сюда, чтобы отходкать их. Вот. И поэтому наша задача еще остановится на этапе подбора поставщиков так, чтобы их онлайн уже отсеять из всех недобросовестных. Вот. То есть, и я сейчас расскажу, то есть, и самый главный момент, который еще хотел сказать. На Алибабе есть поставщики, у которых цены, ну, там можно найти поставщиков, у которых цены лояльны. То есть, такие же, как они там внутрирыночные. Ну, чуть-чуть разница есть. Где это можно посмотреть? Это можно посмотреть на сайте 1688. Это, если вы знаете, это сайт внутрирыночных цен Китая. Вы там приблизительно можете найти уже, он полностью на китайском, но если вы попьете все равно запрос на английском вашего товара, то вы все равно можете найти китайского товара. Таким образом, я, ну, перед тем, как вступать в переговоры с китайцами на Алибабе, мы сначала смотрим, действительно, какие цены должны быть, а не те, что они нас накинут. Потому что все китайцы накидывают там просто, ну, они работают на лоха. Тупо на лоха. Вот. Там человек отписал 10 поставщиков, и все, значит. Там ему ответит, и он принял цену, и погнали. Мы отписываем 150 поставщиков. И делаем как на побочий средств рынка для того, чтобы найти самые лучшие условия. И, этот, самые лучшие условия и цены. Вот. И к чему я это говорил? Так вот, значит, мы заходим, я сначала захожу на 1688. Ну, я уже давно этим не занимаюсь, у нас есть менеджер по закупкам этим занимается. Вот. Но когда я еще искал, я заходил туда, находил эту цену и сохранял эту ссылку. Когда я вел переговоры с китайцами, когда они мне говорили цену завышенную, я просто им бросал ссылку на этот сайт, и тем самым показывал, что я как бы не лох. Я как бы знаю, какие у тебя цены вообще на самом деле могут быть. Вот. Но наша задача, когда мы ведем переговоры с китайцами на Алибабе, это показать им, что мы не лохи. И что мы с Китаем, в принципе, работаем уже длинным-давно, у нас опыт есть, и нас кинуть не получится. Вот. А как это сделать? Это просто вот им предоставлять эти ссылки, говорить, а как же вот так и так. Вот. Значит, когда начинали мы, получается, всех отписывать, поставщиков раньше, вот один товар мы взяли, нам надо взять срез всех поставщиков по Алибабе, который есть у нас. Значит, мы раньше составляли здоровое письмо, в котором мы спрашивали параметры товара, ля-ля-ля, кучу вопросов, и отправляли тупо всем там поставщикам шаблоном и письмо, ой, и фотографию. То есть, ну и на что всегда была большая трата времени, они всегда не отвечали конкретно ни на один вопрос, ни на один вообще. Они начинали юлить, задавать другие вопросы. Они, конечно же, мы общаемся не с поставщиками, мы общаемся с менеджерами по продаже. Их основная задача – это что сделать нам продать? По дороже. Они сразу цену, то мы просто взяли цену и ушли. А их задача – позадать вопросы, привязать нас как-то к себе. Это вот технологии продаж обычные. Поэтому мы пришли к чему? К чему я это говорю? Цель нашего первого контакта с поставщиками на Алибабе – это их загнать в мессенджер. Либо в WeChat, либо в WhatsApp. И у нас очень краткое письмо. Мы берем, пишем, представляемся, говорим, кто мы, что мы, типа сколько мы на рынке, сколько у нас поставщиков. И говорим, нам нужен вот такой вот товар, фотка, и говорим все детали к нам в WhatsApp, либо WeChat. Больше никакой канал связи мы им не даем. Таким образом, что мы делаем? Мы первых самых активных поставщиков себе в WeChat и WhatsApp в мессенджеры забираем. И уже, если они нам быстро ответили, среагировали, значит, уже на будущее мы будем понимать, что если будут какие-то вопросы, они быстро к нам выйдут в онлайн. Еще на Алибабе много других поставщиков, которые работают по старой схеме, через внутри Алибабы общаются, через почты. Но это очень долго. Мы таким образом собираем сначала столько тех, которые онлайн. Ну, онлайн и WhatsApp. А уже дальше в мессенджере мы начинаем с ними общаться. Вот. Значит, теперь я дальше расскажу, так как мы очень много товаров, можем в день отписывать поставщиков по пяти разным товарам. И наша задача как можно быстрее, то есть не вести долгий приговор с Китайцами, но как можно быстрее вытянуть нужную нам информацию. Поэтому у меня есть такой вот чек-лист, какие вопросы и по какой очередности мы задаем поставщику, прежде чем с ним вообще общаться дальше. Значит, первое, когда мы находим товар на Амазоне и видим, что там хороший спрос, ну, как бы и конкуренция слабая, нам что надо? Надо узнать цены. Правильно? То есть первое, что мы делаем, это мы отписываем всех поставщиков, и тех, кто к нам пришли в WhatsApp, мы задаем им первый вопрос, сколько стоит. Таким образом нам быстро сколько стоит, и даем им либо ссылку на товар, либо фотографию на товар. Таким образом, сколько стоит вот такой вот товар с доставкой от двери к двери на наш склад в США и кидаем ссылку на адрес на склад Амазоне. Вот. И они нам сразу дают цену в этом. Таким образом, первое, что мы сделали, мы собрали выборку цен, там, 10 поставщиков нам сказали цену, мы смотрим, что в среднем цена одна и та же. Будут, конечно, разницы, это те, которые пытались нас накинуть китайцы. А так у нас приблизительно у одних и тех же китайцев будет одна цена. Вот. Мы потом пошли на Амазон, посмотрели, посчитали, маржа нас удовлетворяет, все супер, теперь можно уже более глубоко исследовать поставщика, который нам подойдет. Вот. Сейчас я открою сюда чек-лист. А можно этот чек-лист просто в чат кинуть, вот сюда, в зум? А он этот будет не совсем, я должен по каждому пункту объяснить, но я могу вписать, есть проблемы сейчас. А где тут чат у нас? Сейчас. Ага, чат лох. Так, вот, я скинул чат. Значит, давайте по порядку. Значит, когда мы уже узнали цену у поставщиков, которые к нам пришли, а, ну, так как мы много сразу, если вы отписываете сразу несколько товаров, то, чтобы было побыстрее, мы всегда задаем первый вопрос, они всегда пишут, hello, там, ну, у тебя будет, когда отписываешь 100 поставщиков и зовешь их в мессенджер, сразу все начинают быстро реагировать, и они пишут, здравствуйте, я такой-то, такой-то, с такой-то компанией. Ну, нам, в принципе, насрать с какой-нибудь компанией, потому что мы отписали 100 поставщиков и всех не запомнили. Второе, что мы делаем, мы пишем просто, о каком продукте вы мне пишете. И они сразу сбрасывают либо фотку товара, и вы сразу, ага, во, этот поставщик, мы говорим с ним об этом. Вот. Тогда мы налаживаем контакт. Потом мы у них спрашиваем, какая цена будет, вот, что я спросил, то есть с доставкой от двери к двери. И так как мы, ну, наша модель такая, что мы первые партии товаров всегда, они у нас простые очень, без всяких кастомизаций, все остальное, мы всегда ищем товары, которые есть в стоке. Вот. То есть всегда есть поставщик, у которого есть товар в стоке. И мы чисто для себя, у нас такая модель, мы следующим вопросом после цены, который нас интересует, мы спрашиваем, сколько нужно дней на отгрузку товара с момента проплаты. Почему именно так формулируем вопрос? Потому что если вы спрашиваете у поставщика, товар в стоке, он говорит да, и вы дальше начинаете с ним общаться, теряете 15-20 минут. Федор, по ходу, отцепился у нас. Кто? Все нормально? Да, я тут. Меня слышно? Да-да, все слышно. Да-да, слышно. И им нужно на отгрузку там 5-7 дней, там, я не знаю, полторы недели. То, в принципе, нас это устает, мы дальше с ними работаем. Второй, ну, следующий вопрос, который мы им задаем, это работают они через PayPal либо Alibaba Trade Assurance. Вот. Оплату принимают они. потому что если этот поставщик не принимает эти платежные системы, то там нечего с ним разговаривать. Потому что наша задача, чтобы наши деньги были застрахованы. А кто их может застраховать, это либо PayPal, либо Alibaba. Больше никто нас застраховать не может. А китайцы, они что? Они боятся, единственного, чего они боятся, это потерять свои деньги. То есть их мотив, самый главный, не потерять деньги. Которые, ну, то есть, он товар отгрузит и все остальное. А как мы можем его управлять ним, это все, что прописано в PayPal, в контракте либо Alibaba, для них будет как отче наш. То есть, если какой-то пункт не будет выполнен, мы можем написать Alibaba и этот, они нам вернут деньги либо PayPal. Поэтому нам всегда важно брать только поставщиков, которые работают через PayPal либо Alibaba. потом, чтобы отсеять среди тех поставщиков, которые нам написали, перекупщиков, мы задаем им вопрос, можно ли наш ревизор приедет к вам на фабрику и проверит товар. Если это какие-то перекупки, которые сидят дома в трусах и тапочках, они сразу либо пропадают, либо начинают лить, говорить какие-то типа, а что вы нам не доверяете, еще что-то такое, нам такие не нужны. Мы с ним просто прекращаем общаться дальше и так далее и тому подобное. Следующее, что мы задаем, это вопросы, которые нас интересуют. Это обычно мы собираем все негативные ревьюшки по нашему товару и задаем вопросы китайцу, ну, есть ли такие моменты в его товаре. Воняет он, не воняет, еще какие-то. Потому что, допустим, мы хотели запускать там такие штуки, я не знаю, как называется, забыл уже. Остался вопрос на английском еще это написать в серию. Я думаю, сами переведут. Сами, думаю, переведут. Да, конечно. Это я так для себя чекист написал. Все там, ну, типа. И мы тут сразу у них задаем вопросы, которые по негативу. И есть эти поставщики, которые действительно говорят, правда, вот, наш парт, ну, типа, все супер, единственное, что он имеет неприятный запах. Вот. То есть, и мы сразу с ними, ну, как бы, мы понимаем все моменты. Спрашиваем у них коэффициент брака. Они действительно говорят, поставщики, сколько у них там, какой коэффициент брака. Чтобы, когда мы закупали тестовую партию даже без ревизора, вот, мы понимали, приблизительно, какой коэффициентом может быть брака и возврат. Вот. Это тоже важный момент. И, и также мы потом, после этого, если нас все предыдущие вопросы удовлетворяют, то, что он сказал, мы, этот, просим видео и фото товара. Вот. То есть, если товар простой, не электроника какая-то, или вообще сам по себе простой, то нам, в принципе, что сэмпл сюда получить, что посмотреть видео или фото товара будет достаточно, если вы торгуете простыми товарами. Если нет, то нужно заказывать, естественно, сэмпл. Ну, и тоже видео и фото товара уже отсекают большую часть постучеков, потому что мы можем посмотреть на товар, как он выглядит. Может, он уже на видео будет выглядеть убога. Если нас все устраивает, все ок, тогда мы переступаем к оформлению контракта. Цену мы с ним сбиваем, ну, как мы договариваемся в минимальной парке 200, 300, 500 штук. Мы вам объясняем простой момент. Говорим, смотри, у нас, мы продаем 50 товаров. По каждому из 50 товаров у нас свой поставщик. То есть, ну, прям, мы прям так китайцы объясняем это. Что, у нас как бы есть, даже если они говорят, что у них там большая партия, минимальная. Мы говорим так, что мы тебя не знаем, как ты работаешь, какой у тебя товар и все остальное. Поэтому нам надо взять какую-то тестовую партию, мы всегда так работаем со всеми, отгружаем ее на Amazon, проверяем, как ты с нами на коммуникацию выходишь, выполняешь ли ты все вовремя как поставщик, ну, как представитель поставщика. И только если тогда все оп, мы тебе можем заказывать большие партии, потому что, если ты можешь, так и говорите, вы можете посмотреть на Amazon, в среднем ваш товар продают там 40 единиц в день. То есть, в месяц мы можем вас покупать такое-то количество единиц. Умножаем на стоимость, только вот такой оборот мы можем вам предоставить. если вас устраивает этот момент, то поработаем, если нет, то нет. Если поставщика отказывается, говорит, точно там, минимум у нас такое-то, и так далее, и тому подобное, ну, окей, есть куча других поставщиков, которые сделают товар. Вот, этот здесь. Вот. Теперь, теперь, теперь я скину пункты контрактов. Что мы вносим в ремарки? Это очень сложно, конечно, ну, потому что китайцы, они очень-очень купыли, и ремарки, они вносят, ну, мы им говорим, получается, если работаем через Alibaba Book, мы им говорим, смотри, мы им скидываем перечень ремарок, вот, сейчас я скину и в чат. Восемьячка, я, наверное, сейчас напишу еще в фейсбуке под форсом. Во. Давайте мы им просто бросаем вот этот перечень всех пунктов и говорим, чтобы они добавили эти пункты в ремарки. Поначалу, когда мы работали, мы думали, что китайцы просто там прикалываются с нас, но они действительно никогда такого не делали. Многие китайцы никогда такого не делали, и прежде чем они внесут в то, ну, мы даже там скриншотами им обучающие видео присылали, как добавлять в ремарки и все остальное, они контракты нам переделывают бывает по 10 раз, по 5 раз. Никогда с первого раза они контракты нам, ну, в ремарке эти нормально Они счета не умеют выставлять на самом деле. Да, да, и приходится их действительно обучать. Их действительно можно обучать, как выставлять счета. Помимо того, что в ремарках мы вставляем вот эти вот пункты, они еще точно так же нам прикрепляют invoice в PDF-файле, он можно его прикреплять и в Alibaba, и в PayPal, и фотографию товара, чтобы, если что, мы могли потом сказать, что нам пришел этот... Вы, Ника, вы можете посмотреть, зайти в контракт на Alibaba и на PayPal, и посмотреть, где там ремарки. Я надеюсь, вы не такой человек, как китайц, который не может найти, где находится ремарки. Вот. И на Alibaba они это вставляют, эти ремарки туда. И обязательно фотографию товара в упаковке. Они тоже должны прикрепить фотографию товара в упаковке с бар-кодами, с вашим логотипом. Ну, мы просто... Наша модель такая, что мы просто берем логотип клеем обычных стикеров на логотип. И чтобы увидеть точный тракшен мы эти фотки прессим прикрепить. Таким образом, у нас сформирован полновский контракт, который нас максимально страхует. Давайте теперь пройдемся по каждому пункту. Значит, первый пункт. Мы оговариваем с китайцем, сколько ему нужно дней на то, чтобы подготовить... Мы, получается, платим ему либо 30 на 70, либо 50 на 50. Мы никогда не платим полностью, потому что мы тогда не можем управлять процессом отгрузки и все остальное. Мы когда-то платили полностью за что китайц присылает фотографию нашего товара, стикер оборван просто руками с нашим логотипом и паркодом, сложил пополам и засунут в полиэтиленовый пакетик и типа он сказал все окей, я отправил. То есть мы еле его уговорили, чтобы он вернул этот товар и переупаковывал и так далее и тому подобное. Когда мы только часть у них попросили, у нас есть момент дальше ними управлять. Китайцы просто не все понимают механику принятия Амазоном товара. Они же не знают, что автоматически принимают товар, основываясь на бархотах и все остальное. То есть они не знают то, что мы не присутствуем при том, чтобы передавать Амазону товар. У них нет такого, ну и мы по крайней мере так работаем и сразу на Амазоне и это тоже можно проговаривать китайцу, объяснять ему, что прием приходит автоматически, если ты неправильно как-то баркоды наклеишь, не найти вариации и все остальное, то товар просто потеряется. Чтобы он тоже поддавал отчет этому всему. Первый контракт, первый пункт согласит о том, что он обязуется в течение четырех бизнес-дней после получения 50-ти либо 30-ти процентов подготовить товар и отдать его курьеру в течение одного дня после того, как мы проплатили всю стоимость. Таким образом, мы этим пунктом сразу можем конкретно планировать, чтобы не было отсрочек, чтобы китайцы не кормили на завтраках. Если ему действительно нужен еще один-два дня, он просто нас просит об этом, мы говорим окей, ничего страшного. И они в основном во всех контрактах и всех переговорах, что мы вели, они всегда все делают. Если какие-то форс-мажоры, ничего страшного, мы идем навстречу и они идут нам навстречу. Вот. Но этот пункт позволяет нам планировать отдохнуть. Второй пункт это о том, что мы платим 50 на 50, либо 30 на 70. Третий пункт через что мы платим. Третий пункт это поставщик отправлять товар ни в коем случае без нашего подтверждения. Потому что они часто бывают, что раз быстро все сделали, точнее у нас был один раз такое, но чтобы этот контролировать полностью, добавили последовало этот пункт в наши ремарки. Так, потом пятый customer can... мы пишем вот этот момент, что мы можем попросить возврат, если нам не понравится, как будет упакован товар. Потому что чтобы они себе четко отдавали отчет о том, что все, что мы им скажем, как нужно упаковать товар, все должно быть именно так, и баркоды наклеены, и все остальное, иначе мы просто попросим возврат. чтобы они ответственно подходили к моменту наклеивания баркодов и лейблов. Этот пункт очень важен, потому что если его не внести, они будут халатно упаковывать его криво-коряво. А так мы потом это контролируем. Мы можем с ними видеозвонок сделать, можем попросить все фотографии, мы можем просто видео попросить нашего упакованного товара. Все остальное. Шестой пункт говорит о том, что мы заплатим вторую часть после того, как подтвердим, что все хорошо с товаром, то есть мы будем удалить, что все упаковано хорошо, и баркоды, и все остальное, и тогда поставщик сможет отправить этот товар. Всегда, вот сколько мы ведем переговоры, всегда все супер, поставщик готовит, упаковывает, присылает фотография, мы все проверяем, и все соглашаются. И седьмой пункт, который тоже очень важный, это пункт, который гласит о том, что поставщик несет полную ответственность за доставку от двери товар на вот этот адрес, контакт персон и номер телефона пишется. Таким образом, он уже сам, ну, мы ему задаем еще 10 вопросов о том, что нужны ли какие-то сертификаты, чтобы товар не стал на таможне, что если товар станет на таможне, то ты будешь нести ответственность полностью этот товар. И когда у нас было за все время там два раза у нас товар оставался на таможне, поставщик решал вопрос моментально просто. Это было с вот этими, кстати, от затмения очки, они стали, быстро поставщик связался с курьером, досылал документы, какие надо, и товар пропустили. И еще там с одним тоже было. Вот. То есть таким образом мы полностью вот поставщик, ну он за это получает деньги. И он, естественно, должен нести ответственность полностью за выставку от двери к двери. Это более серьезно подходит к ошумлению документов, всего остального. И восьмое, это мы пишем, получается, о том, что каким именно курьером мы пользуемся и сколько дней. То есть 5-7, чтобы не было такое, что мы договорились с ним, UPS 5-7 дней, этого не прописали, а он отправил на другим. и дольше доставкой, чтобы сэкономить на доставке и себе забрать деньги. Вот. В принципе, в принципе, вывалил я вам контент. Нормально. Самый популярный лайф из всех твоих за всю историю. тема горячая просто. Реально полезная и горячая. Я бы хотел немножко добавить. Мы сейчас на данный момент в прямом филе 79-76. Нормально. все зависит от темы. Я могу немножко добавить. Здесь по трейд-иншурансу немножко ты мало рассказал, то есть как можно проблемы решить. Ты упор сделал на PayPal. Расскажи, пожалуйста, как, если люди через трейд-иншуранс оплачивают, то есть как вы можете помочь, как вообще надо правильно делать на твое усмотрение. Хорошо. Смотрите. Когда происходит диспут, открытие диспута, то Alibaba воспринимает все переписки. Даже если вы переписывались с поставщиком в WhatsApp, то Alibaba принимает скриншоты этих, скриншоты переписок в WhatsApp, в Skype, и все остальное. То есть если вы даже не прописали пункты какие-то в этом, в контракте, прежде чем отправлять, но вы когда вели переговоры, китайцы вам говорил одни сроки, но их не выполнил, вы можете предоставить эти скриншоты и то же самое, то есть оспорить его. Это тоже важно. Ну, когда вы с Alibaba работаете, если у вас вдруг возник вопрос, даже и это из PayPal можно, и с Alibaba можете прикреплять переписки. Когда переписываетесь с китайцем, заранее думайте, что вы отвечаете, потому что мы не смогли выиграть диспут, чисто потому что было во время коммуникации одного из людей, который обратился к нам, он написал такую штуку, что типа я вообще хочу закрыть этот товар и не буду его продавать больше. И поставщик без проблем сделал скриншоты, повыделял, подписывал это все, и диспут мы переоткрывали раза 4-5 и не смогли выиграть. Он чисто на этом выезжал. Вот. Что еще дополнить через Alibaba? Ну, в принципе, понятно, что там, через карту оплатили, про контракт рассказал, то есть, что в контракте надо, он как базовый идет вообще-то, Alibaba. Я, потому что тысячу лет Alibaba вообще, тренд-эшурс, я через PayPal все оплачиваю. или пионер. То есть, у меня... Что-что? Ну, говори, говори. Говори, то, что базовый, он там ни о чем обычно. Самое главное, что самое удобное, это ремарки. Просто Alibaba сам говорит, все, что написано, прописано в ремарках или еще где-то, это является частью контракта. Все. Вот. То есть, все, что вы там напишите, оно должно быть выполнено. Если не выполнено, то какой-то из пунктов, тогда вы можете просить возврат. Короче, по опыту работы могу сказать одно, что протолкнуть это все непросто. Заставить китайцев написать, выставить нам счет по PayPal тоже непросто. Очень много времени тратится. Я могу сказать коротко о своем опыте. Трейдер Шуренсом я работал только первый раз. Все остальные разы переходил на PayPal. PayPal оплачивал. Проблем тьфу-тьфу не было ни разу. Вот в последнее время у меня накатило. Значит, это у нас были очки с очками. Я, в принципе, кстати, мы с Никитой где-то год назад такой же лайф проводили, он тоже самое рассказал по контрактам, но есть там некоторые нюансы, и мы, в принципе, прекратили этим всем заниматься. Сейчас я тестирую, посмотрим. Вот, в принципе, у меня есть там человек, который по PayPal возвращает деньги совсем по-другому. То есть, не выставляя ни ремарки, ни контракта, ничего. Просто есть правила PayPal, на которые он делает упор. Вот, и все. Вот, честно, это конкретно касается трека, что товар не поступил по месту жительства, и все. Многие китайцы уже на это не пишут. То есть, многие китайцы не дают по PayPal, вот именно это дело. Даже у меня недавно Embrecom Bindfish с Америки я заказывал, и я забил свой адрес именно по месту проживания, а мне груз поехал по PayPal, по месту регистрации PayPal. Все строго. Я сначала не понял, а потом понял, в чем смысл. То есть, многие китайцы цивилизованные становятся. Ну, как бы, опять же, этот лайф не для того, чтобы мы обманули китайцев, естественно, как вот ребята написали комментарии. Да, просто, когда вы столкнётесь с такой проблемой, вот у меня сейчас проблема такая. Первый раз за всю историю, точнее, второй, первый раз, когда мы тренировочный товар свой отправили, и просто-напросто менеджер поменялся и забыл, и отправил на 3 300, и оформил в накладной 3 300, хотя мы его предупреждали, надо написать там 2 400 что, сумму, и назад развернули с таможни, а в этот раз меня по эпизистицидам остановили. То есть, я всегда отправляю первую партию, но не всегда, а в 90% случаев через производителя. Оплачиваю ему и доставку, оплачиваемый товар, чтобы можно было с него денежку снять. Ну вот, как мне объяснили, лучше с PayPal снимать по одной сумме, а не по несколько. Из-за этого лучше оплачивают с двух PayPal. То есть, 30% и 70%, чтобы одновременно можно было эти деньги, легче было забрать. Вот, я так и сделал, но вот у меня товар сейчас назад то ли едет, то ли там находится, по трек-номеру он находится уже в Шанхае, вернулся назад. Короче, бордель просто полный. Ну, это вот первый раз такая история, как бы до этого проблем не было. Основная масса, как бы не было китайцев адекватных, нормальных. Просто могу сказать, у Федора у него хайповые товары, а с хайповыми товарами вечный кидок, вечные проблемы. Все торопятся, все спешат, все там сломя голову летят, и всегда возникают проблемы. Да, либо у меня не всегда хайповые товары, в основном товары, которые простые очень, которые просто еще в этой нише не сидят сильные игроки, на печке там сидят. Ну, короче, товары у тебя такие, как это сказать, которые могут делать простые производители, самые-самые-самые, такие левые. И второй момент, реально все торопятся, то есть торопятся, торопятся. Вот, ну, как бы работаем. Давай теперь отвечать на вопрос. Ребят, тут много накопилось. Ты вопрос открывай тогда снизу вверх. Нет, я открыл, сейчас плюсики пошли, значит. Привет. А, в чате мне, я сейчас смотрю под лайвом. Ну, давайте под лайвом. Давай сначала лайв, потом чат в зуме. Думаю, от моей надписи, вот где я твои скинул, и вот здесь Андрей Морел, поставщик говорит, что он предоставит завод. Сейчас, 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 сейчас. Я читаю, Дэн Хальц, но пока что я слышу, как наем. Вот Андрей Морел, давай. Никто не наебывает китайцев. Мы делаем так же, по ним на сниму. Так, а где тут? А, Андрей Морел, ага, поставщик говорит, что он предоставитель завода, но просто фирма называется по-другому, и инвойс может предоставить имени фирмы от завода. Есть ли риск в таком случае с трейдшуренс, или с подделкой инвойса от этого поставщика? Еще раз прощаюсь. Да, на самом деле, мне кажется, ничего тут такого нету, можно спокойно работать, там половина таких. Да, ничего страшного, главное, чтобы все пункты были прописаны, которые я скинул. А там все равно, представитель он завода, не представитель он завода. Если надо проверить действительно качество товара, к нему приезжаете, проверяете. Если он не хочет принимать ревизит, то зачем он нужен. Если у него хорошая цена, в принципе, то есть, и вы готовы там отправить к нему ревизора, то, ну, почему бы и нет, похрен он там, даже если он перекупщик. Огромное количество нюансов, просто крупные фабрики с нами работать вообще не хотят, и цены чаще всего у них намного выше, а мелкие, они вкладывают свои деньги, получают за счет среднего опыта нормальную цену и дают нам. Но бывает это не так совершенно. То есть, вот мы сейчас свой товар в полтора раза просто дешевле берем. По поводу 1688, я ни разу дешевле там не нашел. Вот на Global China мы еле-еле нашли поставщика, действительно, производителя. А так вот наша ниша, например, вся в дилерах. Вся вообще. Просто ничего нет. И причем один и тот же дилер, у него еще разные названия фирм, и они нам давали сертификаты от другой фирмы. Мы сначала не знали, естественно, а потом начали, когда работает, нам понадобился документ сопроводительный. Мы начали уже у всех долбить, и они нам дают документы от той фирмы, с которой мы возим. Они говорят, да это наше подразделение просто. То есть, насколько я знаю, там на Alibaba не так выгодно многим торговать мелким там или вообще производителем. И они не могут, они так же, вот мы их душим на Амазоне, народ многих, так же и здесь. Это денег стоит, если мы здесь платим там 40 долларов, а там 10 тысяч, например, в год. Я не помню, сколько там говорили, но приличные деньги. Сейчас вон там недавно кто-то написал, что на Амазоне типа такие же деньги будут. Да замечательно. Замечательно. Ну, значит, просто отвалится куча говношиперов, куча непонятных людей, и мы, наконец, зарабатывать лучше будем. Я вообще просто не вижу вообще проблем в этом. Просто будет дороже вход, то есть, те, кто уже успеет зацепиться, кто уже зарабатывает десятки тысяч на Амазоне, что они не заплатят 10 тысяч долларов в месяц? Заплатят. Главное, что выхлоп от этого был. Если выхлопа не будет, никто там работать не будет или средний ценник поднимется. Амазон не может себе позволить, чтобы их сетка стала самой дорогой. Они не все товары продают. Да, они многие бренды покупают. Амазон тоже актуален только в том случае, когда у них актуальные цены. Зачем дропшиперы нужны? Зачем конкуренция такая нужна? Только для этого. А так бы они сделали, сами бы торговали, мы бы им поставляли, выбрали поставщиков, в цену подняли и торговали только одним и тем же товаром. Ну и все. Так, давай дальше по вопросам. Елена Алексеенко. Подписи без акцента акцепта юристов. Вы делаете билинг, вам контракт, или кто-нибудь подписчик? Этот, насколько он, все, что просто, все, что написано в контракте на PayPal и все, что написано в контракте на Alibaba уже является, ну, то есть, доказательством. как право. Доказательством. Если что-то не выполнено, вы же контракт в онлайн режиме делаете и все, что вот в онлайн режиме вы потом начнете оспаривать, это и есть, как бы, ну, легитимность. Плюс это международное отношение, из-за этого синие печати в России, красные печати в Китае, они ни там, ни там не работают. Ну, печати вообще отменили, по-моему, во всем мире. Насколько реально выбить из китайцев сумму штрафа в случае факапов с их стороны, если все штрафы очень детально прописаны в контракте? Ну, если они очень детально прописаны в контракте, то так их и выбивается. Если просрочка, там, вы написали, там, не знаю, каждый просроченный день это 50 баксов или 60 баксов, пишите в Alibaba и все, и возвращайтесь в день. Так, смотрите на поставщика, который от двух лет. бывает такое, что, ну, нет у других вообще, один год у всех максимум. Да, либо бывает, даже я вам так скажу, что есть действительно поставщики, даже с одним, один год, который существует, но они иногда лучше работают и больше подходят серьезнее к товару, чем те, у которых дохрена лет. Да, потому что они крупные. Да, а эти, вы готовы попы целать, все, что делать там, и встречать вас с поезда, если надо ревизия, и клеить стикеры, и консолидировать грузы от одного к другому, все, что угодно. Да, просто надо задавать вопросы, ответы, вот я у своего тоже поставщика спрашивал, я говорю, она говорит, ну, любые фирмы, с чего-то начинаются, то есть, когда люди грамотно и быстро вам отвечают, все время онлайн, какие вопросы? Я все время каверзные вопросы задавал, она мне отвечала абсолютно логично, абсолютно как бы я ответил. Без каких-то там уловок, без каких-то хитростей. Мне нравится, когда мне в цвет отвечает, нормально она мне объясняла, мы берем там-то, мы не являемся производителем, у меня брат работает на компании, которая работает на Китае, я у него беру, у меня есть эксклюзивная цена, наша компания, всего год, мы являемся дилерами, то-то-то-то-то, то есть, просто вот четко задаешь вопрос, есть, получаешь ответ. Обращайте внимание, когда именно есть онлайн, если нет онлайна, это беда. Да, вот это самое важное, онлайн и адекватность поставщика. Если он начинает пороть какую-то хуйню, хуйню чисто, как вот, бизнес строится на доверии, да пошел он в жопу, все, значит, можно с ним дальше не общаться. Не, ну я всем пишу, там, PayPal про комиссию 5%, 4,5%, мы же партнер, давайте 50 на 50%, ну соглашается, дай бог, одна треть, а то и одна четверть, почти все отказываются. Партнеры, они все на словах, они хотят партнерство за наш счет. Ну это просто чисто, это обычные технологии продаж, и все, ни больше, ни меньше. Голд не имеет 3-5 лет, так, а можете скинуть модель контракта, я скину, может глупый вопрос, а PayPal с Украины можно платить и через контракт? Ну, да, я оплачиваю свой PayPal из Украины, на PayPal украинский высылают счет, вот, точно так же, ну то есть, берешь и платишь в этом счете, в счету. Для кастомизации контракта на двух языках, что значит для кастомизации контракта на двух языках? Я не понял. На английском пишите, если можете еще на китайском, пишите на китайском еще. На русском, украинском не надо писать, без толку. Да, на английском мы всегда пишем, никогда не было проблем. Столкнулся с ситуацией, что Alibaba в Trade Insurance не принимает карту Пионер. Кнопка «Оплатить карту активно, но после внесения всех рекомендов падежки проходят». Да, сталкивался, было оно у меня что-то пару дней, оно ошибку выдавало, и в поддержку я писал, а потом оно куда-то пропало, и все нормально. Да, голд можно купить на Alibaba. Так, чем больше голд, он дорогой, поэтому не бояться этот голд потерять, если будет какой-то негатив на них. Вот, так, что ты используешь? «Оплата ТТ стоит использовать или только ТА и PayPal?» ТТ, ну, я когда тортил один раз, потому что у меня была безвыходка, но я просто вел переговоры с поставщиком таким образом, что мол, я ему сказал, смотри, я у тебя покупаю сейчас, говорю, 400 штук, вот, я у тебя беру сейчас, вот, но если ты мне кинешь, вот, я не смогу, я говорю, я крупнейший, этот, типа, закупщик, я могу у тебя брать по 5000 единиц товара, вот, нет, если ты мне кинешь, то я все, просто, типа, с тобой не буду больше работать. Ну, я просто его замотивировал так, что он не было выгоды, он мне видеофабрики присылал, я ему показал, покажи мне фабрику, он мне видео с офиса присылал, как в офисе сидят куча менеджера, это здоровый такой был у него офис, то есть, я посмотрел, что, в принципе, это реальная контора, не кидала, и я, как бы, все равно потенциал с ТТ, но я так обычно не учу. Нет, я в любом случае не ТТ, а на пионер всех перевожу, то есть, если нормально мы работаем, нормально работаем, что подразумевается, мы делаем объемы, если мы делаем реальный объем, на словах нормально, пон дороже денег, мы в начальной стадии, но любые слова должны подтверждать делами, то есть, если в течение нескольких месяцев мы выходим постепенно на объемы, они знают наши листинги на Амазоне, ну, я всех перевожу на пионер, просто, единственное, периодически они начинают, это вот, один процент даже, потому что есть ссылка реферальная, где они обналичивают всего-навсего за один процент, и они пытаются даже их выдернуть, у меня недавно пытались не один процент, а полтора выдернуть, но это просто, я говорю, ну, не хотите работать, то есть, они говорят, вы у нас выбрали на 60 тысяч, там, за два месяца, говорю, ну, круто, что, вам мало, что ли, вот, то есть, хотите еще вот эти вот проценты свои там вернуть, ну, это просто уже такие взаимоотношения непонятные, то есть, ну, надо, знаешь, других поставщиков искать, раз им вот эти там… не обязательно, то есть, можно просто их продавливать дальше и все. Не, ну, это понятно, но в любом случае, я не… вот честно могу сказать, я очень давно бизнесом занимаюсь, я не люблю давить, выдавливать, вытаскивать, потому что, в первую очередь, даже работая с Китаем, для меня очень важно качество. Качество, соотношение качества и цены, а не цены и качества. Никогда я упор не делаю на цену, особенно, когда мы заходим в нишу, у всех одно и то же примерно. Да, я всех учу, пытаюсь объяснить, что старайтесь применить креатив, старайтесь найти просто тупо новую модель. Ну, извините, полотенце каждый месяц не выходит новое, или там, я не знаю, какая-нибудь там медицинская штуковина. Ну, не выходят они, е-мое, если она давно продается, уже там 5 лет, 10 лет, е-мое, она и будет еще столько же продаваться. Соответственно, что, в эту нишу не идти, что ли, тоже приходится. И в этой ситуации приходится как-то маневрировать между этими. Я, естественно, понимаю, что мне не важно, цена стоит 70 центов или доллар 70, если все продают по 17 долларов. Я в цену влазью, товар маленький, меня все устраивает. Я, естественно, буду брать поставщика с самым крутым качеством, с самым, с самым дорогим, мне плевать. Потом уже, если я сделаю ему обороты, я начну его там присаживать на 20, на 30, на 40 центов, но все равно, все равно буду дороже всех, да и плевать. Главное, чтобы качество было обалденное. Просто не всегда, понимаете, цена большая, означает, что это будет качество. Не, 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 не. Я, смотри, я отбираю, смотри, как я отбираю, я отбираю, то есть, отобрал по всем вот этим же показателям, как и ты. Некоторые пункты, в принципе, интересные, связанные, например, как отсеять, этого, как его звать, ну, не производителя, в принципе, прикольно, можно применять, на самом деле. Я так не делаю, но я делаю чуть по-другому, еще проще. Вот. Я сразу, то есть, представился, спросил цену с доставкой, я попросил фото, я попросил срок производства, попросил сопроводительные документы. Мне, кто быстро отдает ответы, мне все нравится, на это я трачу, там, 3-4 дня. Вот. Мы набираем информацию. Я не люблю ответы, вопросы на вопрос, то есть, достаточно быстро, кто мне отвечает, все отвечают на мои вопросы. Я им сразу говорю, как можно получить ваш товар, как можно получить ваши образцы. Вот как раз Ирина здесь, я все товары отправляю Ирине, вот, и Паше, они живут в Шанхае, они перерабатывают мои все поставки, я им даже не предупреждаю, они вечно говорят, это если что-нибудь едет, говорит, не знает, значит, твое. И вот у меня там куча, там, 10-15 производителей прилетает, ну, когда как, опять, как найдем, не всегда мы нише, много производителей. Вот сейчас мы как раз отправляли, я даже их не предупредил еще. Летит туда товар, 10-15 производителей, я им сразу говорю, все в мусорку. Вот что не нравится, то есть вот, отбирайте только самые-самые качественные, неважно какие цены. Даже когда я переговоры провожу, я, конечно, откидываю каких-то, но, как правило, это все примерно в одном диапазоне, там, разбег цены незначительный. Вот. И я, соответственно, они прям сразу в мусорку, там, куда хотят выбраться, я говорю, оставляйте мне первых трех, трех-четверых, там, самых крутых, чего время тратить. Вот. Посмотрели, они там по костным факторам, там, дорогая доставка, дешевая доставка, там, упаковка, как упаковано, как сделано, как они там с образцами. То есть, они отбирают уже по своему опыту, у них уже большой опыт. Они это все выкидывают, они мне дают трех-четверых, и мы начинаем их обрабатывать. То есть, качеством отличается, упаковка отличается, то-то-то-то-то. И когда я все вот это вот обработал, я уже начинаю проверять, какие у них цены. То есть, по костным факторам, я уже смотрю, какой ассортимент, какой завод, сколько лет ему, там, семь, два года, там, четырнадцать. То есть, все вот эти моменты мы утрясли, я уже отдаю другому человеку, у меня есть помощник, она, совершенно на английском разговаривает, она у нас занимается полностью производителями. То есть, я все, вот это мы все проработали, мы отдаем ей, и она уже как цербер вцепляется в них, и начинает из них там вытягивать все, что нам надо, и мы принимаем решение, конечно, уже после нее, с кем мы будем работать. То есть, кто адекватный, кто понимает, нормально говорит по-английски, кто готов, то есть, на какие-то уступки, но я никогда не буду на начальном этапе, знаешь, там, за десять центов убиваться, там, неделю-две. Я лучше быстрее куплю, привезу, произведу и отправлю. У меня больше проблема, что они в сроки не укладываются. Ни один, ни разу в жизни не ложился. Я плачу, блин, за пять дней доставки, мне доставляют за пятнадцать, за восемь, вот это меня убивает. Так все, это надо прописывать в контракте, чтобы такого не было. Вот это у меня, да это и форвардеры не успевают, е-мое, проблема все равно с доставкой, все равно вот эта вот кривизна, понимаешь, прописывать в контрактах, когда у тебя там, постоянно эти поставки идут, просто, е-мое, когда Амазон принять не может, неделями бывает, у меня партия бывала, тысячами просто пропадала, то есть, пришло тысячи штук, я смотрю, е-мое, я знаю точно, у меня по две тысячи, примерно все одинаково продаются, одних там, например, продалось там, тысячи двести, тысячи двести, а другого у меня шестьсот, ну ясное дело, что у меня где-то не хватает, начинаем искать эти остатки намазывания, бах, приехало тысяча штук, а приходили двести, а восемьсот потерялись, месяц целый искали. Ну, мне просто из-за такой бабки возвращали, мне тоже пятьсот штук потеряли, там, не, мне нашли, да ладно, они их теряют, находят, потом нам возвращают, е-мое, или через этот самый, продают, через свой магазин, тоже как в байбоксе сидят, там тоже не особо, айс, вот, ну, как бы как, каждый раз по-разному, что, давай дальше по вопросам. Ну, вроде я посмотрел, тут особо вопросов нет, а, что тут спрашивают, а Payoneer, это Payoneer, это Payoneer, или Payoneer, что? Павел Хармаул задал вопрос, а Payoneer, это Payoneer, или Payoneer, перевязанный к PayPal, очень сложный вопрос, на самом деле, если я не знаю. Ну, короче, это привязка к привязке, там, ну, я не знаю, просто тупо мне Amazon присылает деньги на Payoneer, я, соответственно, с Payoneer отправляю на китайский Payoneer, не на Trade Insurance, никуда, на китайский Payoneer, китайцев мы объясняем, что есть такая ссылочка, то есть, не надо дорого обналичивать, чтобы денежку, вот вам ссылка профессиональных продавцов, то есть, юридических лиц, ссылка для юридических лиц, мне Payoneer сам дал, я много раз давал, я думаю, и других ребят тоже это есть, вот, партнеров Payoneer, и мы их отдаем производителю, производитель регистрируется под этой ссылочкой и получает отличные условия, просто великолепные, многие наши ребята, там, посредники и так далее, тоже такие ссылки пытаются делать, чтобы обналичивать более выгодно деньги. Ну вот, Ирина правильно говорит, то есть, тут и время, вот это вот сейчас нездоровое. Это тоже момент, но это уже тогда, это просто риски влажаться на самого этого курьера. Если что-то там с курьером. Вот как раз Ирина мне пишет, что мой товар подходит очередной ему. Вот, ну просто, я говорю, у нас просто вот этот шлейф, не успеваешь даже предупреждать своих партнеров, там, и там, и здесь, и за это уже в автоматическом режиме все это происходит. Вот, главное, моя задача именно выбрать максимально качественный товар за разумные цены, но цена зависит не только от того, какая средняя рыночная цена предлагается в Китае, а прохожу ли я по марже. То есть, если у меня маржа там, 800 процентов, ну, мне не принципиально на доллар дороже или на доллар дешевле. Вот, потому что вот сейчас на данный момент у меня есть товары, где там постоянно идут возвраты, по разным причинам. То есть, стараться лучше упор сделать на качество, как-то какую-то модель поменять, там, я не знаю, в чем проблема понять, чтобы вот этих возвратов не было, потому что это действительно серьезная проблема. так, давайте вопросы и по домам, в принципе, тему постарались, стараемся лайвы делать максимально короткими, не всегда получается, но, ну, и максимально информативными, чтобы их можно было и посмотреть хорошо, и информацию максимум получить. Отлично, у тебя очень сжато, все структурировано и все понятно. Вот, если какие-то есть вопросы, давайте тогда. Ну, вопрос по ремаркам. Конечно. Да, я что-то, честно говоря, вообще даже не видел такой вот, я как-то вот, показать быстро можно, где, куда это вот составлять, потому что я не знаю, я что-то пропустил этот момент вообще, не разу. additional remarks, найди у себя на Alibaba хотя бы один контракт, зайди на него и посмотри additional remarks. Ну, я не знаю, сейчас могу, конечно, я сделать скриншот. Давай, сделай лучше скриншот, чтобы, да, вопросов не было. Так, а у нас вопросов в зуме, кстати, там нету? А, кстати, точно. Так, хотел спросить у Федора, он говорил, что первая партия всегда, не, не всегда у нас стоит 200 штук, это когда мы только начинали, когда боялись, там, по чуть-чуть, то 100-200, а так до 500. Если товар хорошо заходит, не получается, что с раздачей органикой, товар уходит в ау, новая партия еще и приходит, вы перезапускаете, действительно спасибо. Я не понял. А, типа, если не зашел товар, что делать? Ну, короче, два вопроса. Тут всегда два вопроса. Не зашел и зашел слишком хорошо. Ага. Если, получается, ну, он не зашел, но у нас в основном такое происходит. Если он не зашел, это означает, что он продается, но только по 5 штучек в день. Либо там по 10 штук в день, но там, я понимаю, что вложение в рекламу, потом сожрут всю маржу, даже если я сейчас отзывов 50 штук куплю. Тогда что мы делаем, мы просто продаем в ноль, либо небольшие минусы забыть. А если видим, что в первые небольшие продажи, то есть там 5-6 штук пошло, то оно обычно раскачивается полторы-две недели. У меня есть еще куча времени, чтобы заказать быстро еще у поставщика. У меня всегда поставщик по-другому. Если что, я быстро реагирую на ситуацию, быстро заказываю еще. Если вылетать в аут на один-два дня, ничего страшного. Так, ладно, не об этом речь. Пока не сможешь поотвечать на вопросы, я захожу, пищу где-то у нас ремарки. 500 штук хватает, чтобы успеть потом, если товар заходит. Просто надо держать руку на пульсе. вот в самом контракте, когда нажимаешь на кнопку View More, то сразу выгибает этот сам контракт. и в самом низу, если просто, не знаю, как этот скриншот сделать, просто я рассказываю, что заходишь в Alibaba, у тебя там выставлены счета, ты нажимаешь на View More, либо Send Initial Payment, тебя перекидывают во внутрь контракта всего. Ты вниз, спускайся в самый низ, и у тебя написано Edition of Remarks. И вот эти Edition of Remarks я сейчас могу частично потом взять. Ну ладно, все понятно, понятно, спасибо. Вот, сейчас проходи, проходи. Давай, лучше скинь, потому что вот ребята уже нашли некоторые. Вот, ну лучше один раз посмотреть, чем 10 раз услышать. Так, я вроде сделал скрин, вроде свой аккаунт я не пропалил. Так, сейчас. Не торопись, мы никуда не спешим. Проверься. Я скинул Джокси под этим. Давай. Так, что у нас еще? Вот, ребят, хороший вопрос. Мне нравятся такие вопросы. Александр спрашивает. Завод покупает под мой товар пресс-форму. Я за нее плачу. Как я смогу обезопасить свой товар от того, чтобы они не производили мой товар для других? Никак. Почему? Потому что если вы это делаете что-то уникальное, вам надо делать патент в Китае. Ну, в той стране, где вы производите. Тогда вы сможете специально прикрыть эту лавочку или по крайней мере с этим успешно бороться. Других вариантов цивилизованных нет. Ну, а все остальное это просто, наверное, некоторые привозят эту в пресс-форму и забирают, наверное, когда партию сделали. Ну, не знаю, как еще. Ну, патент. Кроме патента ничего. То есть, у нас есть два варианта. Это патент торгового марка. В вашем случае патент? Чтобы еще прожить ниже. Сейчас, забудьте, АТТ при наличии работы в Китае только после пятой поставки. Но вот это вот ты проблему с картой решил, да, на Trade Insurance? Что она принимала, не принимала? Она сама по себе решилась в течение. У меня был один раз такое. Он что-то тупил два дня, а потом он куда-то продевал. Ну вот у меня тоже у многих такая ситуация, но я подсказать не могу, потому что как-то получается, что или Paypal, или Pioneer. С Pioneer великолепно работать, очень удобно, если есть доверие. С Paypal, соответственно, тоже как бы цивилизованно. Trade Insurance первый раз оплачивал, проблем особо не было. но в любом случае по карте у меня была такая ситуация с AliExpress, в принципе, та же самая шарага. Я целый месяц ковырялся со службой безопасности, то есть меня заблокировали, вы не мог покупки делать, а в принципе мы тоже с Alibaba и покупку делаем. Меня месяц где-то проверяли, Alipay вот это вот, я там что-то там всякие письма слал, фотографии свои там, ну и что-то короче, долго подяга шла. Ну потом разбанили, нормально стал покупать, нормально продолжать. Я там какой-то там самый крутой покупатель у них. Ну по обороту я имею в виду, всякого барахла. Внимание, премиум аккаунт. Слушай, я смотрю, вопросы по-моему закончились уже. Да, я думаю на сегодня достаточно, было круто. Да, если у кого-то вопросы, там проблемы с возвратами, можете обращаться и мы за плату определенную с вами договоримся. Да, можете к Ане обращаться, то есть она все это организует и никаких вопросов нет. У нас в принципе в услугах это все прописано. Ссылка не работаешь? Джокси? Ну, Алекс, напиши мне в личку, я тебе скину эту ссылку. Все, всем пока. Всем пока, спасибо большое. Все, всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok